Дмитрий Богданов Впечатления не очень А проиграли почему? То есть какие-то причины можете отдельные выделить или все в комплексе не получилось? Ну не знаю, тут как-то говорить про отдельные какие-то причины Команда просто искачивает, сейчас на данном этапе играют сильнее нас И про пинг даже смысла говорить нет никакого, просто они сильнее играют и все На D2 в принципе команда вроде бы играла неплохо, если судить о начале раундов в атаке То есть были стартовые фраги, там хакер неплохо выступал, да и другие игроки убивали искашников Почему не получалась игра после разменов? Потому что не выполняли установки, которые давно у нас есть в команде Какая-то там нервозность была, присутствовала в этих ситуациях, которые на тренировках отыгрываются на 100% Вот если я отыгрываюсь на 30% Объяснить это я по-другому никак не могу Ну понятно, то есть вот тот авторитет, который есть у СК, тот стиль, который эта команда пропагандирует Они все-таки очень сильно задавили моралью команду Да не то, что морали, там не морали, там просто игроки играют уверенно, знают, что делают И действуют правильно в ситуации Мы такого не делаем По скорости команда играет достаточно медленно То, что мы видели и на Dacia 2, в общем-то, и вот особенно на Tuscany Это уже какой-то осознанный план на игру Или это вынужденная мера в связи с такой агрессивной игрой И как будет играть состав Virtus.pro в будущем? То есть будет ли он играть быстрее, или он также будет придерживаться медленных стратегий? Ну не знаю, на самом деле стратегии rush они решают на лане или когда есть преимущество в пинге Если ты будешь rush с пингом 40 против типа с пингом 10 То как бы ты там грамотно не rush'ил, ты просто не сможешь убить там соперника Так как быстро как он тебя убьет Вот, говорить о каком-то там направлении, скорости, стиле игры, я бы не стал говорить Там просто первый матч с таким соперником как бы, просто чуть тяжеловато было и все Понятно, те карты, которые отыграны были сегодня, вы в принципе их как-то подготовили? То есть в какой стадии подготовки у вас вот DAS 2 и Tuscany? Ну, до этого мы играли по CVSFX, выиграли две карты там Train и DAS 2 Тускай у нас как бы всегда был нормальный, просто у нас игры на нем постоянно китап и даун происходят Просто из-за того, что мы можем сыграть очень хорошо, можем сыграть вообще никак Вот сейчас игра была, когда мы сыграли никак А по поводу того, что там мы нарабатывали, не нарабатывали Пока мы просто там объясняем Антону, как он там должен действовать там в ситуациях И просто тренируем те вещи, которые у нас были, просто не теряем форму Как бы пока возможности там тренировать какие-то новые темы там и раунды просто не было и все Понятно, игру Антона как оценишь? То есть насколько он как бы уже влился в состав, насколько сегодня он отыграл в плане индивидуальной Он сегодня достаточно хорошо отыграл, если можно говорить о таком счете, да? Все сыграли ужасно, грубо говоря, но я бы сказал, что он достаточно хорошо провел матч Мне понравилось то, что он взял два клатча со Скатом, ой, на Тускане точнее Не растерял Вообще, да, там присутствуют какие-то моменты, но нравится его, не знаю, спокойствие, уверенность в этом Этим он мне импонирует А тебя вот пытались в конце уже зарезать на Тускане, там был какой-то момент, что это вообще в исполнении СКА? То есть какой-то Ну, это онлайнер какой-то, не знаю, я даже не вижу смысла эту тему обсуждать Я просто давно такого не видел, если честно, чтобы на таком уровне игроки были там подобными Ну, просто, понимаешь, как я на эту ситуацию смотрю, может быть, там, пару лет назад, там, я бы сказал, блин, да не офигели вообще, там, кто они такие и так далее, да, там, так себя вести, там, все-таки надо уважать соперника С другой стороны, это они, это камень в их огород, таким образом, понимаешь, что страны комьюнити, страны, там, проигроков, там, такое поведение, ну, им весело, хорошо, но потом придет момент, когда им не будет весело, и их никто не поддержит, как бы В этой жизни так все, там, возвращается, так что я считаю, такие моменты, когда люди уже начинают пользоваться своим авторитетом, там, или своим положением Показывают то, что, на самом деле, они, ну, вот, Na'Vi, например, такого бы никогда не сделали, значит, Na'Vi они играют одинаково со всеми соперниками, ну, это, это достойно уважения То, что, как себя поверить сейчас с СК, ну, боком судья Ну, понятно, понятно, а как ты оценишь игру СК в том ключе, скажем так, вот, в нынешнем успехе СК, в нынешних хороших результатах, которые они показывают, сколько процентов хорошей игровой формы и сколько процентов морали, вот, за счет вот этой удачной смены игрока За счет победы на DreamHack'е и так далее, то есть, за счет чего тащит эта команда, в чем секрет? Мне кажется то, что, во-первых, они, конечно, появился основной АВП, и Робан, он, как бы, может полностью концентрироваться именно на игровой составляющей игры, не отвлекаться там на какие-то там снайперские моменты, да, вот Плюс к этому, Дель Пан, когда такой игрок, уровня Дель Пана, вот, как он играет, да, показывает свою игру, когда такой игрок приходит в команду, как бы, например, вот, Форест, Гитрай, да, они очень, как бы, крутые игроки, там, но до этого у них не было там, они не играли они так в СК, там, как должны были играть И вот такой игрок, он просто придал им уверенность в своих силах, напомнил им то, что если вот он так жестко может попадать, то они еще жестче могут попадать, и, как бы, все это вместе делает их очень сильным коллективом Понятно, а, то есть, Дель Пан в сравнении с Деннисом, в принципе, оба молодых игрока, но Деннис еще... Нет, 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 Дель Пан далеко не молодой игрок Ну да, Дель Пан играл, там, Лайонс, да, например, ну, вообще, такой достаточно заслуженный игрок, но, в общем-то, то есть, Деннис значительно уступает, по твоему мнению, Дель Пану, да, вот именно, вот, как... Ну, я ведь сравнил, во-первых, вообще, игроков, как, там, по-разному, они выполняют разные роли в команде, понимаешь, и там Деннис, он хорошо играл достаточно, все это видели, но он не давал то, что нужно было команде для победы, понимаешь А Дель Пан пришел, и как раз это и делает, стабильный минус, СВП, там, плачер разыгрывает и так далее То есть, я бы даже не сравнивал этих игроков, это разные уровни вообще Понятно, сейчас, я так понимаю, команда немного расстроена таким результатом Какие-то разборы по вот этой игре будут более конкретные, или все-таки это, ну, все спишется на такие, на рабочие моменты И на моменты, скажем так, связанные с наигромкой состава Ну, не знаю, как бы, сейчас вообще никакого нет смысла обсуждать что-то, потому что Там, кто-то там, ну, все расстроены, там, и, как бы, на негативных эмоциях это нет никакого смысла Но, как бы, ошибки нам известны наши, просто другое дело, то, что будем любым их справлять, и все, или нет Там какие-то новые, какие-то ошибки нам не открылись Все прямедельно ясно и очевидно просто Другое дело, про перебори мы себя, или нет? К завтрашней игре против ESC, которая, в общем-то, решит судьбу второй квоты, да, и выхода на лан-финал лиги Будет ли какая-то работа проведена, или просто ребята постараются хорошо настроиться на следующую игру И, ну, показать хороший результат, взять 6 очков? Ну, не знаю, как там можно особенно подготовиться за оставшееся время Ну, я не знаю, просто, думаю, там просто завтра соберемся, там, потренируемся, как сегодня, и будем играть с ними, там, за группу Просто говорить о какой-то, там, особой, там, подготовке к матчам в интернете, это... Понятно Ну, шансы с ESC есть? Шансы, да, есть, шансы, он с ESC был, просто, понимаешь, другое дело, можем им реализовать это или нет, понимаешь Тяжело играть с скандинавскими командами на скандинавском сервере, но в любом случае их можно обыгрывать Если мы, например, будем играть в нашу игру, то мы можем рассчитывать на положительный результат Если будет такие же проблемы, как с ESC, то будет очень тяжело Если сравнить вот этих оппонентов по силе ESC и ESC, то есть ли какие-то плюсы, например, в игре ESC, или она все-таки значительно уступает по уровню и вообще... Я не знаю, я думаю, как сейчас будет матч, там, может, конечно, ESC выиграть, там, но я думаю, прошлый матч, как бы, показывает установку сил, как бы, там, опять-таки же, даже нельзя сравнивать ни команды, ни как игроков, потому что, там, есть, конечно, в ESC, там, очень сильные игроки, как Моди и Калли, там, но сравнивать их, там, например, с Форестом или с Гитрайтом, правильно, или, там, сравнивать того же, там, снайпера, кто там у ESC Барбара с Тельтоном Это разные уровни, как бы, вообще, то есть ESC молодцы, они поднимаются, там, парни, там, выгонялись команд, там, Моди, там, Барбара, вот, они объединились с Норвегами, но это, как бы, респект им, а сравнивать эти команды я бы не стал даже Понятно, понятно Хорошо, Митя, давай, я не буду тебя отвлекать, у тебя, наверное, еще есть... Да, нет, у меня нормально все Есть еще у тебя дела, наверное, сегодня с командой, попытайся настроить ребят как-то, чтобы они не сильно расстраивались Мы, в общем-то, тут все поддерживаем, переживаем за вас Ну, да, я, как бы, хотел бы извиниться за, там, плохую игру, как бы, команды, вот, мы будем стараться Просто, мы тоже должны понимать, там, что есть факторы, которые влияют на игру, и, поверьте мне, если мы встречались бы на лане, игра была бы гораздо интереснее, как бы, для соперника, для болельщиков Ну, да, ладно, Митя, спасибо тебе большое за то, что побывал у нас в виртуальной студии Давай, я думаю, еще услышимся с тобой завтра Пока Пока-пока